Приветствую Игорь, приветствую Илья и здравствуйте уважаемые зрители и подписчики. Приветствую. Ну вот это перестановка, Владимир, вы про нее очень много писали. С моей точки зрения это вещь такая довольно системная и связана с тем, что Путин хочет максимально усилить свое главное сейчас конкурентное преимущество, что это ресурсную базу, военно-промышленный комплекс, что тем самым он готовится к такой затяжной войне. А вы что считаете? Ну во-первых, речь идет про аналитику, про финансы. Больше 8% из ВВП теперь тратится на армию во время войны. Процент приближается к объему денежных средств, которые Советский Союз когда-то тратил на войну в Афганистане. Чем для Советского Союза обернулась война в Афганистане? Затяжная, большая, без возможности какой-то настоящей победы, всем известно. Здесь в эпоху санкций, когда санкции душат экономику России, им становится все сложнее и сложнее позволять своим вельможам то, что они исполняли до этого. А исполняли они мы видим. Речь идет о том, что клан Шойгу, сначала они обелечивали МЧС, потом они себе забрали Подмосковью, Московскую область, элитную недвижимость, и там пустили свои щупальца. А потом постепенно перебрались и в Министерство обороны, и более 10 лет обелечивали, пионерили, коммуниздили, как они сами выражаются, по полной программе, опутав весь гособоронзаказ своими якорными подрядчиками и субподрядчиками. Но денежки заканчиваются. Как бы Путин не хорохорился, денег в бюджете становится меньше, поступлений все меньше. Он даже в Китай вынужденно поехал родиной торговать, чтобы хоть какое-то количество ресурсов получить. Поэтому больше позволять таким, как Шойгу, Цариков и Иванов, забирать ежегодно в свои собственные карманы миллиардами он уже не мог. Поэтому он назначил технократа, экономиста, человека, который, между прочим, достаточно долгое время конструктивно сотрудничал с Западом, со Штатами, подавал заявки и получал в фонде USAID, финансируемом Газдепом США, достаточно большое финансирование. И, по сути, мог бы запросто, если бы у него не было админресурса и крыши в Кремле, его можно было бы запросто подводить под как раз этот статус иностранного агента в России. Но его, тем не менее, назначили министром обороны для того, чтобы он каким-то образом помог сэкономить и более рачительно расходовать бюджетные средства. И, конечно, речь идет о том, что вот этот спрут, который не только прихватизировал половину гособоронзаказа, но еще и разбазарил огромное количество стратегических и важных секретов, чтобы вот этот спрут как-то завязать его щупальцевый узелок. Вот такая вот у них попытка. Плюс ко всему, если мы говорим про ротацию, давайте вспомним поездку Сергея Шойгу в прошлом году в Китай, его попытку наладить взаимоотношения с китайской армией, с руководством. А в Китае, особенно в руководстве армии, там достаточно строгие находятся там ребята или там господа, которые за то, что творит Цаликов, Шойгу и Иванов с армией, за это там к стенке ставят. И, соответственно, когда вот этих вот таких вороваек в погонах отправили договариваться в Пекин, Пекину это не зашло, мягко говоря, им это не понравилось. Поэтому то шоу, которое нам показывали последние две недели все российские телеканалы с арестами Тимура Иванова, с задержанием генерала-лейтенанта Кузнецова, все это такое показательное, то, что действительно на самом деле может многим нравиться, как элемент борьбы с коррупцией, все это было сделано для того, чтобы в Пекин ехать не с пустыми руками, а чтобы показать, что вот смотрите, вот этих вот, которые там раскрадывали, воровали по вашей и по нашей информации, мы их отстранили, и теперь вот человека, который с российской стороны возглавлял комиссию российско-китайского инвестиционного сотрудничества, и которого китайцы одобрили, он прошел такие смотрины в пекинском обкоме, его назначают на позицию министра обороны. Вот я вижу это так. С одной стороны, перестать разбазаривать огромное количество денег, и давать возможности клану Шойгу обелечивать армию, а с другой стороны, каким-то образом сделать реверанс в сторону китайцев, чтобы все-таки получить от них помощь, потому что ресурсы Северной Кореи и Ирана, их запасы, которые они могли отправить Путину, они уже практически полностью выбрали, отгрузили, и там остались слезы. А без китайской помощи конкурировать в Украине с блоком НАТО, с американским и европейским оружием, практически невозможно. Поэтому он готов был взять под мышки всех своих министров, и отставных, и неотставных, и помчаться туда с тем, чтобы хотя бы как-то договориться, и будущее нашей страны на десятилетия вперед расписать в невыгодных договорах, но лишь бы получить какую-то пролонгацию своей военной мощи и ресурсов с тем, чтобы каким-то образом подавить Украину. Я это так вижу. Игорь, а вот вы как считаете, насколько вот этот вот фактор борьбы с коррупцией, был центральным в вопросе вот этих самых перемен? Потому что, ну, смотрите, с одной стороны, вроде как все логично, и вот Владимир совершенно правильно про это говорит, вот растет бюджет, вот у Министерства обороны как-то не очень хорошая в этом смысле репутация, вот там аресты, значит, и все прочее. Горо Белоусова назначили в главу Министерства обороны, с другой стороны, усилили проростеховский блок в гражданской части правительства, да, Мантуров и Алиханов, которые рулят непосредственно промышленностью, это все люди Чемизова. А с другой стороны, самому Шойгу, которого переместили в Совет безопасности, его тут же назначили заместителем военно-промышленную комиссию, такое теневое правительство, которое, собственно, и рулит военно-промышленным блоком. Еще вдобавок вывели из подчинения Министерства обороны Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, то есть торговлю оружием, и тоже ее подчинили непосредственно Шойгу в Совете безопасности. Вот как все это вяжется? Это все-таки победа фонда борьбы с коррупцией, как нам про это рассказала Мария Певчих, или за этим стоит что-то другое? Я думаю, что здесь сама идея, которую Путин пытается реализовать, она заключается в двух составляющих. Первое – это зачем вообще Белоусова назначили? Просто надо иметь в виду, что все-таки Белоусов не входит в такой ближний круг Путина, это не член кооператива «Озеро», не член вот этой вот дзюдохерии, он не служил с Путиным вместе в Дрездене, там еще где-то. И в этом смысле есть ощущение двойной цели, двойной логики. Первое – это действительно, как правильно сказал Владимир, ну я бы это иначе назвал, но смысл такой же, что Белоусов выполняет функцию аудитора, то есть он должен прийти на Министерство обороны, на вот эти вот 130 миллиардов рублей, которыми распоряжается министерство, вернее 130 миллиардов долларов, которыми распоряжается Министерство обороны, и добиться того, чтобы каждый из этих миллиардов, он в общем превращался в средство убийства украинцев, а не шел в какие-то каналы. И в этом смысле, если что-то у Белоусова получится, это в целом плохая история для Украины. То есть я все-таки стараюсь, вот все эти разговоры, мы же не просто абстрактно анализируем, так сказать, это все откуда-то из космоса. Мы исходим из того, что это все, может это повлиять как-то на ситуацию на фронте, может это повлиять в целом на ситуацию войны или нет. Я считаю, что при определенных условиях может. Вот сейчас я тоже скажу, при каких условиях. То есть если у Белоусова получится стать вот таким вот эффективным аудитором, то это будет плохо для Украины, потому что больше денег превратится в снаряды, в танки, в зенитные орудия. И это плохо для Украины. Причина, по которой я сомневаюсь, ну по крайней мере оставляю долю сомнения в том, получится это у Белоусова или нет, заключается в том, что мы не видели никогда Белоусова как эффективного или неэффективного менеджера. Да, он руководил министерством, но он никогда не руководил чем-то, что находится на земле. А Министерство обороны все-таки упирается ногами в землю. И вот здесь есть большой вопрос, насколько он умелый аппаратчик, насколько он быстро сумеет, потому что Министерство обороны это гигантский спрут, и там, в общем-то, надо еще разобраться, на какие кнопочки надо внутри нажимать, для того, чтобы получить нужный эффект. Ему придется расставить кадры. Это тоже время. Насколько удачно это новые кадры сплетутся со старыми, это тоже вопрос. У меня есть твердая уверенность, что в настоящий момент в Министерстве обороны не работает вообще никто. Но просто сколько... То есть, они не работают, потому что понятно, что грядут вот эти перестановки, грядут чистки, и они бегают, как тараканы ошпаренные, пытаются понять вообще, кто следующий, так сказать, кто куда, и кому на выход, а кому, так сказать, вообще наоборот, на вход в черный воронок. Поэтому это хорошо для Украины. Значит, поэтому вот здесь есть большой вопрос, насколько Белоусов сможет выполнить функцию аудитора. Как человек говорящий, как человек выдвигающий какие-то идеи, он нам очень хорошо известен довольно давно. Выдвигающий... Главная идея, которую Белоусов выдвигает, и чем он очень нравился российскому телевизору, там всяким Соловьевым и прочим упырям, это то, что он был категорически противник вот этой монетаристской концепции, которую исповедует экономический блок нынешнего правительства, который, надо сказать, удерживал все эти годы российскую экономику от того, чтобы быть в клочья. И фактически санкции, в общем-то, в значительной степени не работают именно благодаря усилиям вот этих вот, так сказать, монетаристов типа Силуанова, Набиулиной, ну и Мишустина, которые в целом тоже в этом направлении работают. И вот здесь возникает вопрос о второй функции Белоусова. Она очевидна тоже. Явно, исходя из того, что происходит, Путин пытается, ну, правда, не очень последовательно, но, тем не менее, пытается заменить в целом систему. Вот я бы сказал о некоторых попытках такой фашистской перестройки. Вот у Горбачева была перестройка социализма, а Путин пытается делать перестройку фашизма. Перейти от такого фашизма для друзей, значит, основанного на понятиях, основанного на мафиозных связях, на личных связях, на связях личной преданности, личной дружбе, личной унии между людьми. Там вот Шойгу шишки собирать ездил, там рыбу ловить. Значит, личная уния с Кадыровым, безусловно, это личностная уния. То есть, вот такие вот формы старой связи. То есть, ну, все люди, которых он взял с собой, это либо из Питера, либо из ФСБ, либо его, там, кооператив «Озеро» и так далее. То есть, такой вот личностно-понятийный, мафиозно-понятийный аппарат. Вот такая вот конструкция. А здесь явно делается какой-то заход на то, чтобы заменить эту конструкцию на конструкцию такую неосталинистскую. То есть, ну, у Сталина же не было друзей. Мы все помним, как, значит, Коба, это была большая ошибка и так далее. То есть, обращались к нему, уже, что называется, отправляясь в ад его соратники, по-прежнему, так сказать, пытались сыграть на личных дружеских чувствах. Не было у Сталина этих дружеских чувств. Он строил свою систему совершенно по другому принципу. Ну, в какой-то степени некоторое движение в эту сторону просматривается вот в том, что старый преданный товарищ Шойгу отправлен, конечно, не в отставку, но на явное понижение. Кстати говоря, вопрос о том, почему Патрушев, находясь вот в своей должности, был фактически вторым человеком в иерархии политической России, а Шойгу, оказавшись на этой же должности, оказался, в общем-то, политическим легковесом, ну, или средневесом, как максимум. Это известная история. Дело в том, что не кресло красит человек, а человек кресло. И та или иная должность, она весит по-разному. Одно дело, 16 лет сидел Патрушев на этом месте, а другое дело, Шойгу пришел. Ну, яркий пример это Медведев, который в роли президента все равно обладал нулевой политической массой. Но у Медведева роль администратора телеграм-канала, она, в общем, осталась. Его никуда не тронут. Ну, на самом деле, я сейчас в качестве примера я последнюю мысль хочу высказать. Значит, что... И вот здесь самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Хватит ли у Белоусова аппаратной мощи и менеджерской мощи для того, чтобы реализовать хоть как-то вот эту конструкцию? У меня такое ощущение, что нет. У меня такое ощущение, что он не сможет сломать экономический блок правительства, потому что явно он входит в клинч с Силуановым, с Силуановой, с Набиулиным, с Эмбиулиной, с Мишустиным, потому что он не премьер, он министр обороны. И здесь возникает гигантский вопрос. У меня практически стопроцентная уверенность, что Путину не удастся заменить вот эту мафиозно-понятийную модель его вот такого специфического фашизма, фашизма для друзей, а административную сталинскую модель. Ну, смотри, я вообще, честно говоря, думаю, что там будет в этом смысле еще хуже, потому что, ну, я хорошо представляю себе, как работает российская нынешняя государственная машина. Там, собственно, коррупция является главным мотивирующим фактором. То есть просто никто не работает, если нельзя украсть. Если нельзя украсть, то зачем работать и рисковать и подставляться под разнообразные уголовные дела? Поэтому я вообще не понимаю, как будет работать вертикаль Министерства обороны без того, чтобы давать возможность людям красть. Но вот у меня в связи с этим, Владимир, к вам вопрос такой. Вы вообще в своих комментариях по поводу вот этих перемен. Вы там много говорили как раз про политические вопросы. У вас даже было предположение, что Шойгу физически уберут в ближайшее время, что он там, значит, год больше не проживет. И на данный момент мы видим, что там происходит явная зачистка в Министерстве обороны. Ну, там все замы основные уже уволились, подали в отставку, но все равно продолжаются и уголовные дела. Вот там Юрий Кузнецов, значит, кадровик. Но во всех этих уголовных делах вот как-то есть такие ползучие слухи, что все-таки главным является некоррупционная составляющая. Того же самого Кузнецова, ну, как бы, что ему там вменяют, что ему построили особняк на Кубане, за то, что он размещал людей, которые приезжали учиться, значит, в ходе повышения квалификации в Министерстве обороны в определенных отелях, да, то есть, которые там принадлежали тому человеку, который, собственно, ему как бы дал эту самую взятку. Ну, по масштабам, опять-таки, обороны, это такие, вообще, слезы, да, эти самые деньги. Тем не менее, вот громкое уголовное дело. А много слухов, что на самом деле там фигурируют чуть ли не государственные измены, и что это фигурировало и в отношении Тимура Иванова, и вот Юрий Кузнецов до того, как он стал главным кадровиком, он возглавлял восьмую службу Министерства обороны, которая прямую готовила людей, которые занимаются вопросами гостайны. Вот политически, что эти изменения означают? Означает ли это, что действительно Путин считает нелояльными нынешних военных руководителей? Это хороший вопрос, прямо в точку. Вопрос не в лояльности, а в непрофессионализме, в том, что они воруя, если бы они просто воровали, это было бы полбеды. Но дело в том, что если вы проанализируете, кто задержанно арестован, вот самые знаковые две сегодня фигуры, третья фигура появится, я думаю, в обозримом будущем, в ближайшие две недели. Две фигуры, это Тимур Иванов, заместитель министра обороны, который до последнего распределял лимиты бюджетных обязательств. Был денежным кошельком, денежным распорядителем, где Цаликов решал вопрос административного ресурса и со средствами массовой информации, Шойгу с Путиным и с другими руководителями ведомств. А Иванов как раз нарезал тот самый бюджет, распределяя миллиардные контракты между якорными подрядчиками. И вот в рамках распределения этих самых контрактов, самые лакомые, самые денежные, были как раз те, которые связаны со стратегическими, секретными объектами. Это объекты 12-го ГУМО, Главное управление Минобороны, которое отвечает за хранение изделий, так называемых, ядерного оружия, и РВС. Соответственно, с учетом того, что они за более чем 10 лет полностью внутри коррумпировали все надзирающие, контролирующие службы за Министерством обороны, это и Департамент военной контрразведки, которых они ласково и нежно в СМСках и по телефону называли контриками между собой, по сути, потому что они являлись их безопасниками, их службой безопасности, таким чопом. военное следствие, военная прокуратура, которым они покупали и отстраивали, ремонтировали здания, и которые, по сути дела, сидели в зданиях, которые Министерство обороны передавало. То есть они все были такой единой службой безопасности. Они полностью на этой основе заблокировали всю нормальную деятельность тех органов, которые отвечали за защиту государственной тайны. И они, конечно же, разбазарили огромное количество государственных секретов, допустив к самым секретным стройкам и объектам и в Гаджиево, и в Вилючинске, там, где северные или тихоокеанские флота стоят, подводные лодки, рядом хранилища с ядерными боеголовками и так далее. Все это просто полностью как открытая книга были для коммерсантов, подрядчиков и субподрядчиков, часть из которых давно уже, кто-то там, 2-3 года назад, а кто-то вот недавно, в этом году, накануне всех этих арестов и задержаний, покинули территорию Российской Федерации со всей технической документацией, полностью с выкладками, где какие проложены кабели, где какие шахты, где в каком ангаре изделия, какой категории и так далее. Все это уже утекло. И, соответственно, это стало потихонечку становиться известно. И Кремль понял, что у них не было никогда никакой защиты государственной тайны последние, там, 7-8 лет. Потому что, с одной стороны, Департамент военной контрразведки ФСБ, еще раз повторю, превратился в халдеев, там, в официантов, в обслугу, а не в контрразведку. А с другой стороны, как раз вот этот арест за взятку, там, действительно, взятка имела место. Это бывший начальник, он с 2010 по мая 2023, 13 лет, в том числе, большую часть при Шойгу, возглавлял 8-е управление, главное управление генштаба, как раз это служба по защите государственной тайны. И не случайно ему вменили взятку, вот это не просто там какой-то дом или отель и так далее. Речь идет про взятку, полученную в виде недвижимости, построенной прямо напротив входа в Краснодарское высшее военное училище, где как раз проходили спецподготовку офицеры по линии службы государственной защиты. То есть тот орган, который должен был охранять государственную тайну, грифованные документы особой важности гостайны, совершенно секретно и так далее, все это просто было поставлено на коммерческий поток. Поэтому в первую очередь, конечно, полетели головы в плане там в сторону камеры следственного изолятора Лефортова это Кузнецов и Иванов и количество их сообщников и аналогичных виновных лиц будет увеличиваться. То есть там будет, наверное, целый коридор Минобороновских к концу года. А с другой стороны, конечно же, начали зачищать, сняли и отправили на должность свадебного генерала Сергея Шойгу. Поэтому, да, они полностью... Я просто короткий пример приведу, чтобы... Если можно, коротко, что у нас, да, то есть уж время заканчивает. Да, да. Чтобы просто наши уважаемые зрители поняли, о чем идет речь. Например, субподрядчики Тимура Иванова выполняют государственный контракт по прокладке оптоволокна на 5 миллиардов рублей для 12-го ГУМО и для РВСН, они просто взяли и подготовили для отчета перед Шойгу и перед Путиным красивую очень презентацию, где взяли из Google Maps снимки со спутников и там прямо карандашиком красным или фломастером нарисовали, как они прокладывали, от каких населенных пунктов, каким войсковым базам, военным базам они прокладывали оптоволокно. А с учетом того, что большая часть из них обслуживали как раз ядерный щит, все люди, у которых есть на руках эта презентация, а она никаким образом не загрифованная, они четко понимают, где хранится все самое секретное и стратегическое в Российской Федерации. И если это, например, даже те же самые субподрядчики передали нам, просто в плане информации о том, какими они государственными контрактами занимались и сколько там минимум половинам они вывели для Иванова, Шойгу и Цаликова, понятно, что и у западных разведок, и у китайцев, и у стран блока НАТО, и у США, и у Европы все это есть. То есть, по сути дела, король голый. Какие... Как жалко, что их сняли. То есть, надеемся, что новые будут не хуже. Спасибо вам большое, коллеги, за этот разговор. Будем наблюдать за развитием событий в Министерстве обороны и обязательно этот разговор тогда продолжим. С нами был Владимир Осечкин, ГУЛАГу нет, и Игорь Яковенко, известный российский журналист. Спасибо. Спасибо.